Всем привет! Сегодня у нас 15 мая, середина последнего месяца весны. Несмотря на то, что похолодало, и как раз, может быть, из-за того, что много дождей, сад продолжает богоухать. С каждым днем все больше и больше радующих меня цветов. Хочу... Ой, ой, ругаются! Ой, ой, смотрите, что делают! Ну, глядите-ка, глядите! По-моему, защищает свое гнездышко маленькая птичка. Итак, наш утренний обзор в середине мая. Так, начну, наверное, начнем с прудика. Пока с утра не буду включать водопад. Все спят. Просто посмотрим. Баданчики вокруг прудика цветут. Все зеленеет вовсю, пока не мфея. Выпустили там только по одному листочку, и то по меленькому. Там вот у меня магония вовсю. Вон мои огурчики цветут. Никак не дождутся, когда я их на улице высажу. Но боюсь. Холода. Пусть пока нежится в доме. Правда, тоже есть опасность. Понежится, понежится. И никаких огурчиков я не увижу. Ну, ладно. Зато им там тепло. Все-таки есть смысл в том, чтобы рано травку не скашивать. Смотрите, сколько здесь незабудок расселого. Ну, красота же. Это вот из-за дождей мы все еще травку не скосили. И вот, пожалуйста, такой подарок. Вот такие незабудочки кругом. Красота. Ну, ладно. Идем к калитке. Вот у меня тут виноград. Пока еще только-только проклевываются листочки. А зато за калиткой вишня. Вот как богато цветет. Напротив солнца плохо видно, конечно. И сразу справа спирея покрылась снегом. Смотрите, какая прелесть. Меленькие цветочки с пятью лепесточками. А смотрится, как будто все это снегом усыпано. Вот такой кустик. Ну, и с этой стороны, пожалуйста, этот кустик. Прошлый раз показывала, он был еще без цветов. И здесь у меня вот такой большой участок. Это будущие золотые шары. Они еще остались от прежней хозяйки. Особо не даем разрастаться. Но вот тут вот они как раз вид на участок с улицы быстро вырастают и заслоняют. Ну что, идем дальше. Вот ракетник. Золотой дождь готовится к своему триумфу со дня на день. Будем любоваться. А пока вот так. Лиственница. Каштан распускает листочки. Это наш манджурский орех. Осенью мы его решили подстричь, потому что уже до проводов дотягивался. Ну и, видимо, загубили деревца. Старые веточки, которые две даже уцелели. Вот. И вот там. Короче, вот так вот выглядит после нашей осенней экзекуции манджурский орех. Это вишня. Зацвела на смену торносливу, которую, видите, там под окном уже отцвел. Отцветает черешня. Вторая возле крыльца, молоденькая, тоже отцветает. Зато благоухает рядом с фирея. Ночной снегопад покрыли спиреи в саду. Японская айва. Вот такие цветочки. Ой, забыла, как это называется. Медонница на горке продолжает выглухать. О, а вот там у меня расцвели. Это я прошлой осенью покупала. И, пожалуйста, вот такие цветы. Кто знает, как это растение называется. Видите, там внизу, как почва-покровник, такие ежички зелененькие. И вот такими красивыми цветами, оказывается, цветет. А я покупала просто как почва-покровник. И в то же время красота-то какая. Кто знает, подскажите, как это называется. Ну, вот моя горка. Баладанчик вовсю благоухает. Моя страдалица. Боюсь, будто он как бы не отсох. Так хочется увидеть. Какого же он цвета, этот мой древовидный пиончик. Ну, давай, зацветай уж как-нибудь. Набирайся силой, я тебе помогу. Скоро расцветет. Барбарисик. Барбарис. Вот такой он красавец. Яблони распускают бутоны свои. Вот такая здесь красота намечается. Интересно, как у этой яблони розовые цветы. А вот у той, которая у нас вот с таким дуплом. Смотрите, как она цветет. Старуха эта дуплястая. Молодец какая. Вот такие белые цветы будут. Вернее, уже есть. Вот такая здесь красота. Вот такая белость. Пионы. Уже смотрите, какие огромные вымахали. И бутончики набухают. Тоже сегодня, если дождь не помешает, буду стричь форзетию. Отцветает. Ну и вот эти долгожданные цветочки, которые меня окончательно убедили, что этот куст вейгела. Наконец-то узнала. Вернее, точностью удостоверилась, кого я тут сажала. Махровый тюльпанчик солнечный. И сам как солнышко. Здесь вот такие красивенькие. Пион древовидный. Вот такой огромный куст. Бутоны вовсю, вовсю набираются. Вот этот бутон, по-моему, уже даже готов вот-вот распуститься. Уже видно, что там белые цветы. Вот в таком состоянии пока. Думаю, что скоро-скоро совсем будем любоваться уже глуханьем. А под ним тюльпаны. И примула солнечная. Долго цветет. Уже больше месяца. А здесь сакура. Декоративная вишня цвела. Зато вовсю благоухает. Вот там внизу шиловидный. Как он называется? Мы пойдем любоваться магонией. По-моему, это называется лютик. Подскажите, кто знает. У нас в деревне их называли лютиками, кажется. Покажется бодан. И рядом лютик на бережочке. И вот она на огоне. Уже все цветы раскрылись. И вот такая вот прелесть. И кто-то тут уже пасется, жужжит. Возмущенно, что подошли и покой нарушили. Ты где? Вылезай, подлый трос. Куда спрятался и жужжишь дрозно. Прелестный костик магония. Полное название. Магония падуболистная. И рга. Отцветает. Ягодки будут. Ну и колопогончик. Вот такой он пока малюсенький. Ну как малюсенький. Уже сантиметров 40-50. Ну вымахает выше меня за лето. Здесь еще один кост спиреи прикрывает наш септик. Вот так. Теперь идем к крылечку. Там тоже новости нас поджидает. А здесь у меня белокопытник из леса. Вот как разрастается. Давным-давно растет здесь. Тут морозник. Только-только вылезает, вылупляется. Почему-то он у меня поздний. Нарциссы. Собираются цвести. Ну и вовсю вылупляются. Хосты. Тут одна. Тут другая. Там третья, четвертая. Их много у меня. И купавочка моя. Вот в этом году сколько будет цветов. Что ж, будем ждать. Какая же купавна без купавы? Давай. Расти, подрастай, благоухай. Ждем. Вот. Такой сад на сегодня. На 15 мая. Ой, а я совсем забыла вам показать гортензию мою плетистую. Видите? Отблагодарила. Смотрите, сколько цветов будет по всей гортензии до самого верха. Бутоны, бутоны, бутоны. Первый раз будет цвести. Какая красота. Какая красота. Увидим. Утро обещает замечательный день. После завтрака закипит работа. Всего доброго, друзья. До новых встреч в моем саду. До новых встреч в моем саду.